Добро пожаловать! Рад вас видеть. Уверен, что визит будет очень полезным и приятным. Я вспоминаю нашу предыдущую встречу. Время быстро идёт. Это прошло 4 года с тех пор, как вы совершали визит подразделения. Но за это время межпарламентские связи развивались успешно. И с государственной думой, с Советной Федерацией контакты постоянно. На уровне руководства, на уровне депутатов. Это очень важный фактор межгосударственных отношений между нашими странами, которые также имеют очень позитивную динамику. Ну и, конечно же, регулярные встречи на уровне главгосударств. Также способствуют тому, чтобы динамизм сохранялся. И в целом, если смотреть на повестку дня, наше отношение, она достаточно обшипанная, практически охватывает все сферы. Легче назвать те сферы, где у нас не очень активное сотрудничество, потому что и в политической, и в экономической, и в транспортной сфере, в сфере энергетической, гуманитарной. Все показатели налицо, и мы видим, на самом деле, хорошую динамику. Главное – нацеленность на результат. Все, о чем мы договариваемся, все реализуется. В торгово-экономической сфере, информационной, коммуникационной, транспортной и других 8 дорожных карт, которые были согласованы и реализуются по каждому направлению. Есть четкий график выполнения задач и контроль за исполнением. Поэтому тут мы можем только констатировать позитивные результаты. Опять же, результаты, которые созданы общими усилиями и которые имеют важное значение и для наших стран, и, думаю, что для региона в целом. Ну и, конечно же, вопросы региональной безопасности. Всегда на повестке дня наших отношений. Мы об этом говорили во время недавней встречи с президентом России в Самарканде. И, конечно же, мир в нашем регионе необходим для всех стран, всех народов. И наша повестка, она достаточно однозначная. Мы ее неоднократно артикулировали, что мы сторонники долгосрочного, устойчивого мира решения всех проблем с последствиями и выхода из тяжелой ситуации, в которой регион находился на протяжении 30 лет. Ну и что касается непосредственно вашей сферы, я должен сказать, что рассчитываем на продолжение контакта и в рамках международных структур, и в двустороннем формате у вас будет встреча с вашей коллегой. Думаю, подробно также вы пройдетесь по повестке дня. Так что много можно говорить, потому что на самом деле повестка дня очень насыщенная и результативная. И, конечно же, вот эти основные направления, на которых мы концентрируемся, четко показывают позитивную динамику двусторонних отношений. Еще раз с прездом. Хоть и короткий у вас визит, но, думаю, будет очень плодотворным. Спасибо. Уважаемый господин президент, прежде хочу выразить слава и благодарность за то, что вы в своем непреженном галике нашли возможность с нами встретиться. Но начну с того, что передам вам самые добрые слова и дружеские приветствия от нашего президента Вадима Владимировича Путина. Во многом отношения наши развиваются благодаря вам, нашему президенту. Подписана декларация о советическом взаимодействии. Это действительно очень серьезный уровень, который достигнут на основе стратегического партнерства. Поэтому нам крайне важно развивать парламентское измерение. Мы об этом говорили. Так получилось, что пандемия действительно внесла свои коррективы. Если говорить о межпарламентском взаимодействии, в основе все-таки лежат встречи, диалог, коммуникация. Конечно, все это было перестяно в плоскость видеоконференции связи. Этот формат стал основным. Но без разговора непосредственного вряд ли можно говорить о развитии отношений так же, как в режиме видеоконференции связи. Поэтому, как только ситуация с пандемией пошла на спад, мы этим воспользовались и договорились с нашими коллегами, что обязательно встретимся и обсудим вопросы о развитии наших отношений. Потому что в декларации, которая подписана президентами Российской Федерации и Ербайжаном, особо подчеркивается, что наши межпарламентские связи должны развиваться. Поэтому мы будем обсуждать форматы, коммуникации, новые подходы, чтобы носить реальный уплат, решать, в том числе вопросы законодательного обеспечения, вопросы, которые обсуждается на главу государства. Довлетimizin барсио Руси Федерации президенту, корсу словарно и саламамы, он говорит о миннатарлении. Он он и саламамы Владимир Путин, который был вреден. Он был вреден, что он был вреден. Он был вреден.